Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии среды, дни, когда в центре внимания заседания американского регулятора. Дождались мы, собственно, этого события. Наконец-таки сегодня будут подведены итоги двухдневной встречи, и мы, собственно, на основании новых вводных в виде сильнейшего отчета по инфляции, который был опубликован на кануде, делаем очень большую ставку на то, что сегодня ФРС примет решение о сохранении политики, направленной на дальнейшее увеличение денежно-кредитного курса. И помимо текущего ожидаемого крайне повышения процентных ставок, сегодня в 21.00 по московскому времени, мы получим сигналы о том, что до конца этого года аналогичные решения будут приняты еще как минимум дважды, то есть в сентябре и декабре. Это основной сценарий, на который мы будем ориентироваться. Соответственно, что может произойти с этим долларом? Ну, здесь нужно быть реалистом. Да, нужно понимать, что рынок в очередной раз может показать не совсем то движение, на которое настраиваются, но в данном случае я считаю, что каких-то двузначных движений не будет. И американская валюта как минимум должна окрепнуть. Сегодня я бы даже попробовал порекомендовать вам рискнуть и сделать довольно внушительную ставку на то, что закрытие текущей торговой сессии по доллару и японской иене будет гораздо выше, чем текущее значение. Ну, о долларе мы, как и всегда, безусловно, поговорим подробнее. Помимо этого, сегодня в центре внимания будет еще и статистика по Англии. Это данные по инфляции. В 11.30 по московскому времени выйдет этот релиз. И можно сказать, что фундаментально именно этим отчетом мы с вами открываем текущую торговую сессию. У нас вчера был блок статистики по рынку труда. Мы выделили единственный отчет, на который нужно было обратить внимание. Это темпы прироста заработных плат. Сегодня эти темпы мы будем сравнивать с показателем инфляции. И на основании этого, я думаю, у нас будет уже конкретное осуждение, что произойдет с политикой касательно процентных ставок в будущем. Прежде всего, ориентируемся на августовское заседание. Сейчас вероятность того, что в августе банк Англии поднимет процентную ставку, растет буквально как на дрожжах. И если сегодня у нас будет контраст в том выражении и именно с теми цифрами, на которые мы с вами делали ставку еще много недель назад, то, соответственно, и британская валюта сможет получить сигналы и возможности для укрепления своих позиций. Поэтому, в целом, по ожиданиям в рамках текущей торговой сессии можно резюмировать, что мы настраиваемся на серьезный рост доллара и мы настраиваемся, как бы это странно ни звучало, на параллельно возобновление восходящей динамики еще и по британцу. Потому что в данном случае до 21.00 по московскому времени фунт сможет забраться очень высоко. Да и в целом перспектива изменения процентных ставок на национальном рынке, то есть в Англии, для британцев сейчас является более интересной темой, нежели чем те волатильности и следствия, которые могут произойти с курсом британской валюты из-за изменений политики ФРС. Параллельно мы следим за курсом европейской валюты, мы готовимся к не менее серьезному и важному событию, до которого остаются ровно одни торговые сутки. Завтра заседание Европейского центрального банка, завтра пересмотр основных параметров денежно-кредитной политики, пресс-конференция председателя ИЦБ Марио Драги. Снова мы поговорим и об этом событии. Завтра попробую найти какие-нибудь новые детализированные вводные, чтобы помочь вам еще раз убедиться в верности своего подхода, который предполагает возможность использования потенциала слабой европейской валюты. Потому что завтра Европейский центральный банк в лице Марио Драги фактически может подтвердить неизменность денежно-кредитной политики, которая остается мягкой до конца этого года. Давайте чуть подробнее теперь разберем те цифры, которые у нас были на рынке в рамках вчерашней торговой сессии по статистике. Посмотрим, как на вчерашний день отреагировали основные валютные пары, где мы находимся сейчас. Котировки нефти 75-78, это закрытие по бренду вчерашней торговой сессии, сейчас 75-63. В целом мы снова приближаемся к уровню 75-50, мы снова на грани теста вот этой поддержки психологической 75 долларов за баррель. Сегодня, кстати, после распродаж вчерашнего дня инициатива по-прежнему остается за продавцами. Это заметно на азиатской торговой сессии. И я бы предположил, что давление на нефтяной актив сейчас еще оказывает ожидание от сегодняшнего уже релиза от администрации энергетической информации по запасам нефти и нефтепродуктов. У нас вчера вечером вышел отчет от Американского института нефти. Традиционно этот релиз мы воспринимаем как того рода репетиция. Хотя цифры зачастую бьются, ну не всегда, конечно же, но мы получаем дополнительный аргумент того, на какие, собственно, официальные цифры мы можем рассчитывать. И по версии Американского института нефти запасы выросли на 0,83 миллиона, запас бензин еще более серьезный прогресс, там плюс 2,3 миллиона. Соответственно, сегодня ждем в 17.30 официальную статистику. Если она будет в соответствии с похожими цифрами, которые датируются недельной, двухнедельной давности, то очередной прирост запасов, вы помните, что на прошлой неделе мы также разбирали похожие цифры, мы видели в моменте то давление, которое было оказано на котировке нефти. Ситуация может повториться, история может быть такой же. Соответственно, исходя из ожиданий прироста запасов нефти, нефтепродуктов, исходя из ожиданий того, что снова будет увеличен показатель совокупного производства в Штатах, я уверен, что мы можем попробовать, поискать и понадеяться на эту статистику в плане дополнительного стимула для распродаж. Также вчера был представлен отчет от Ближневосточного картеля, ежемесячный отчет по тому, сколько нефти добывается. Совокупный показатель добычи вырос на 35 тысяч. Только в Саудовской Аравии производство нефти превысило 80 тысяч. Вы понимаете, что в отдельных странах может, ну точнее не может уже сравнивать показатели. Скорее всего, был зафиксированный спад сокращения, поэтому в целом общий показатель прироста всего лишь 35 тысяч. Саудовская Аравия не просто так еще месяц назад стала подавать рынку сигналы о том, что есть на рынке условия в виде высоких цен на нефть, из-за которых производство нефти нужно, конечно же, уже повышать. Саудовская Аравия также была первым регионом, который заставил нас уже присмотреться к тому, есть ли целесообразность сохранения текущей сделки по снижению объема добычи, действующей с конца 2016 года, неизменным. Собственно, в Саудовской Аравии также присоединилась и Россия. Мы видим то, что регионы не просто так бросают слова на ветер. Это все подтверждается уже фактическими цифрами. Мы помним прогноз совокупности Саудовской Аравии и России поднять общий показатель добычи внутреннего производства на 1 миллион баррелей для того, чтобы компенсировать падение производства в Венесуэле и нехватку и проблемы поставок из Ирана из-за финансово-экономических санкций, которые действуют сейчас со стороны США в адрес данного региона. Но судя по тому, какие мы сейчас видим прогнозы, цифры, получается, что для того, чтобы нивелировать тот спад, который есть со стороны Нигерии, Венесуэлы, Ливии и еще все-таки добавим, ладно, и Иран, производство нефти нужно увеличивать больше, чем на 1 миллион баррелей. Поэтому рост добычи последует, но прежде чем мы сможем с вами переключиться на цифры роста, конечно же, нужно договориться о новой редакции соглашения по снижению объема добычи, то есть увеличить квоты выработки, смягчить требования. И именно этим страны ОПЕК и будут заниматься на официальной встрече 22 июня. Мы ее с нетерпением ждем. Когда-то до этого события было очень много, сейчас считанные дни остаются, следующая пятница, моменты X, собственно, для всего рынка черного золота, бренда и для WTI. И я надеюсь, что в прошлый раз ОПЕК нас разочаровал, в прошлый раз мы не дождались той самой коррекции, на которую мы настраивались. Возможно, сейчас случай будет на нашей стороне и отработка вот этих логичных посылов, ожиданий того, что нужно, конечно же, сейчас менять эти договоренности, потому что того требует ситуация и показатели нефтедобычи в США, возможно, эти договоренности действительно последуют. Еще хочу отметить вчерашний прогноз от администрации энергетической информации, в соответствии с которым до конца этого года производство нефти в Штатах будет повышено больше, чем до 10,8 миллионов баррелей в сутки. А в 2019 году у Штатов есть амбиции добраться до показателя в 12 миллионов баррелей в сутки. Вы представляете, как это много. Поэтому, друзья, короткие позиции актуальны. Ждем события 22 июня и ждем, что еще в преддверии этой влажной и сульпоносной даты медведи будут более активными на финансовых рынках. Рубль 62.81. Буквально совсем скоро стартуют торги после праздничных дней на российском валютном рынке. Соответственно, в расчете на то, что рубль девальвируется вслед за слабостью нефтянки, мы можем уже говорить, что сегодня потенциал ослабления для рубля сохраняется. И вполне возможно, мы сможем закрепиться уже выше 63 рублей за доллар. Цель остается прежней 64-65. Доллар и японская иена отчасти уже поговорили относительно ожиданий. Мы продолжаем делать ставку на покупку доллара против иены. Почему? Потому что сейчас на рынке есть условия, которые позволяют не обращать внимания на геополитические риски, которые, по крайней мере, сейчас не достойны того, чтобы на них обращать. Внимание! Вот был локальный фактор неопределенности, это в Сингапуре саммит США и Северной Кореи. Ну, как вы знаете, встреча была крайне продуктивной, крайне результативной. Даже сверхоптимисты не могли рассчитывать, что вот так вот, как по нотам пройдет эта встреча, и что Трамп, что Ким Чен Ын расплывутся в улыбках и действительно найдут общий язык. По факту этого саммита был подписан документ-декларация о признании прогресса и о денуплиризации, собственно, корейского полуострова. Поэтому, возможно, к ядерным вопросам и испытаниям ракет Северной Кореи мы уже не вернемся в ближайшее время. Хорошо, нет причин уходить в защиту, есть только возможность фокусироваться на локальном. События, это итоги двухдневного заседания ФРС, они будут подведены сегодня в 21.00 по московскому времени. Ставку поднимут. Больше даже интересует, будет ли ФРС также привержен политике более высоких процентных ставок и насколько подобных действий он еще намекнет до конца этого года. Но, судя по тому, что вчера мы получили железобетонный сигнал того, что американская экономика готова к многократному повышению процентной ставки, это данные по инфляции. 2,8% в годовом выражении с 2,5% и базовой инфляции также выше целевого ориентирования 2%, фактически показатель 2,2%. Значит, не нужно сейчас искать каких-то причин, из-за которых доллар может просесть. Фундаментально осознаны все необходимые условия для того, чтобы восходящая динамика была продолжена. Я предлагаю, друзья, сейчас еще и поглядывать на доходность американских облигаций. Мы с вами говорили о том, что постфактум решений, сегодняшнего решения ФРС, десятилетние трежи смогут закрепиться выше психологической планки в 3%. Сейчас доходность уже 2,97%, мы постепенно приближаемся к этому уровню. Я абсолютно уверен, что сможем его протестировать. Поэтому длинные позиции – это приоритет номер один по доллару и японской иене. Для тех, кто хочет использовать еще и возможности вероятного отката, чтобы потенциально получить больше профит сделка, байлимит с отметки 110.20, на мой взгляд, весьма перспективный и интересный. Евро против доллара мы уже подчеркивали, потому что отсутствие решений Европейского центрального банка о сворачивании программы количественного смягчения должно быть аргументировано слабой экономической конъюнктурой и все еще актуальными политическими рисками в итоге. Это действительно так. Статистики у нас каждой недели все больше и больше плохой, чтобы совсем в историю не уходить. Вот вчерашний блок данных по индексу настроения бизнеса, оценки текущих экономических условий и в целом бизнес-оптимизма от Института ЗЮ по Германии и по Евразуму. Думаю, что вы посмотрели уже на эти цифры. Спад, кстати, по общему показателю бизнес-настроения в Германии. Минус 16,1 с минусом 8,2 – это минимальное значение с сентября 2012 года. Оценка текущих условий тоже снижение индекса бизнес-оптимизма в рамках всего валютного блока. И здесь серьезный спад. Если месяц назад мы держались еще на положительной территории в 2,4 пункта, сейчас снижение на минус 12,6. Конечно же, других цифр мы в принципе не могли увидеть после той просадки и провала промышленного сектора Германии. Общего показателя промпроизводства, торгового баланса, спада экспорта. Поэтому сейчас в целом эти отчеты лишь подтверждают вот этот слабый макроэкономический статистический фон, который окутал всю еврозону. И с этой статистикой, разумеется, Европейский Центральный Банк сейчас подходит к вопросу о том, что сделает с программой количественного смягчения. Вы же понимаете, что с учетом таких показателей от мягкой политики отказываться не будут. Я делаю большую ставку, можно сказать, даже возлагаю надежду на то, что завтра в ходе пресс-конференции представитель ЦБ Марио Драги как раз снова отметит все риски, с которыми приходится сейчас работать еврозоны. Я уверен, что будет очень много слов по поводу торгового противостояния США. Это еще один фактор неопределенности. Поэтому политика будет оставаться мягкой. Я рассчитываю, что европейская валюта, которая сегодня, в принципе, уже должна будет оказаться под давлением из-за роста доллара, завтра еще будет пожинать себе плоды соответствующей риторики. Но не в качестве факторов поддержки для себя, разумеется, а в качестве причин для собственной слабости. Поэтому по евро-доллару я хочу предложить вам сделку селлимит с отметки 1.1770. Это, опять же, для тех трейдеров, которые торгуют локально, внутри очень коротких промежутков времени, стараясь использовать максимум потенциала. Но знаю, друзья, что многие из вас уже давно в продажах. Молодцы. Не нужно, собственно, метаться, размещать дополнительных обдеров. Ждем как минимум пару евро-долларов, но в районе 1.15. Фунт против американца. Сегодня британец, пожалуй, единственный рисковый актив, который может закрыть и завершить день выше текущих значений. Кстати, по фунту доллару вновь актуальна отложка с байлимит с уровня 1.3320. Я считаю, что после вчерашних очень слабых данных по росту зарплат, 2,5% в годовом выражении, сегодня мы на практически 100% получим показатель инфляции выше. И на контрасте более высокой инфляции, которая опережает темпы роста зарплатных плат, как и 6 месяцев назад, Банк Англии основа будет вынужден вернуться к вопросу того, стоит ли сейчас поднять процентные ставки, потому что ужесточение политики – это верный способ для того, чтобы укрепить курс валюты и оказать давление на показатели инфляции. Думаю, что этот вопрос мы будем с вами обсуждать по итогам сегодняшнего релиза. Завтра мы об этом поговорим, но главное, чтобы британская валюта завершила текущую торговую сессию выше уровня 1.34. Я на это делаю также большую ставку. Золото, я думаю, что как минимум 1290 долларов за тройскую инфляцию мы сегодня с вами сделаем. Это смягчение геополитической напряженности по поводу, и в связи с удачными переговорами саммита США и Северной Кореи. Это сильные данные по инфляции США, которые стимулируют рост доллара. Это рост доходности трежерис и заседаний ФРС. То есть четыре крутых фактора, которые говорят о том, что доллар будет расти. Соответственно, у рынка драк металлов пока что немного шансов, чтобы укрепить свои позиции и, кстати, у доллара закрепиться гораздо выше 1.300 долларов за тройскую инфляцию. В общем, ждем 1290. Также еще хотел отметить, что по доллару канадцу длинные позиции у нас сохраняются. Фон не меняется, он только лишь способствует покупкам. 1.3028 уже сейчас, ждем 1.33. По австралийцу буквально несколько часов назад завершилась спецконференция Филиппа Лоу, которую возглавляет Резервный банк Австралии. Те же самые термины, что и раньше. Из-за высокой задолженности домохозяйства, из-за проблем на рынке недвижимости и низкой инфляции, Резервный банк Австралии по-прежнему склонен к сохранению мягкой экономической политики. Австралийцы уже находятся под давлением. Ждем, как и раньше, нашу с вами заветную цель 0.73. Ни в коем случае не покупаем этот рисковый актив. Биткоин протестировал 6.500 долларов. Негатив остается актуальным. Рынок его еще переваривает. Как уже было отмечено, отойти от этого негатива не удастся довольно быстро. Поэтому, насколько бы не был прискорбным прогноз для покупателей, но я допускаю, что в ближайшее время курс биткоина может протестироваться даже в поддержку в 6.000 долларов. Считаю, что это весьма вероятный сценарий. Друзья, остается только пожелать вам хорошей торговой сессии. Ждем сегодня данные по инфляции у Англии. Ждем поддержки для британца. И после этого фокусируемся уже на решении ФРС по процентной ставке и выступлении председателя ФРС Джерома Паула. Там должна прийти поддержка для нашего с вами любимого доллара. На этом все. Хорошей торговой сессии. Как и всегда, контролируйте риски. Не забывайте следить за загрузкой депозита. И не забывайте изначально открывать ордера. Сразу же допускать для себя лимит потерь, который нужно подтверждать уровнями стоп-лосса. На этом все. Всего доброго. До свидания.